Время героев 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 Среди них легендарный морпех Антон Филимонов Герой России Андрей Соломатин Дважды кавалер Ордена мужества Михаил Турканов Немец с русской душой Рудольф Даршт И многие другие Я был в монастыре, в Черкесии, мне должны были подстригать монахи. Я добровольцем решил пойти. Пошел, в 2014 году началось. Потом два года возил гуманитарную помощь, это 2015-2016 год. И вот когда все началось, в 2022 году я обратно пошел защищать интересы нашей страны. Ну и вот до сих пор ранение в госпиталь, потом после госпиталь обратно туда. В рамках мероприятия открылась и выставка Екатерины Яковлевой «Донбасский уголь». Это портреты бойцов и военкоров, большинство которых написаны во время поездки фестиваля в Донбасс. Состоялась и презентация онлайн-кинотеатра документального кино «Артельдок.тв», в котором все фильмы фестиваля доступны для бесплатного просмотра. Здесь есть дети, которые погибли из-за того, что мое правительство финансировало эту бессмысленную войну. Плачу, как большой ребенок, извините. Шедевры кинодокументалистики оставляют прочный след в памяти, становятся летописью истории. Параллельно с фестивалем показы документальных лент прошли в русских домах в 14 странах – Аргентине, Египте, Замбии, Китае, Пакистане и других. Евгения Фахурдинова «Равид Гор» специально для программы «Время русского мира». Сирийские школьники вернулись в Москву после отдыха во Всероссийском детском центре «Орленок». За февральскую смену они не только потянули русский язык, но и завели новых друзей. Перед тем, как отправиться домой, ребята прогулялись по центру столицы, а вместе с ними и наша съемочная группа. Москва встретила ребят с нежной погодой и новогодним настроением. После отдыха в Краснодарском крае сирийские школьники с удовольствием поиграли в снежки и погрузились в праздничную атмосферу. В путевке во Всероссийский детский центр «Орленок» стали наградой за отличное изучение русского языка и участие в мероприятиях, посвященных русской культуре. Вот такие поездки для школьников, для сирийских школьников. Это дает им больше перспектив, дает им больше знаний русского языка, дает им больше знакомства с культурой. Они как-то знают культуру, но это теоретическим способом. А сейчас они своими глазами все это видят. Сейчас они гуляют по Красной площади. Сейчас видите, как они как-то счастливы гуляют, как им очень хорошо. Приехать в Россию 30-ти школьникам, изучающим русский язык в общеобразовательных школах Сирии, удалось благодаря Министерству просвещения Российской Федерации и Фонду «Русский мир». Привет, меня зовут Фиона, я из Сирии, я живу в городе Латакии. Я была в России, это очень красивая страна. Мне появилось много русских друзей. Спасибо большое за этот интересный опыт. Я очень благодарна Фонду «Русский мир» и Министерству образования в России за возможность побывать в России и познакомиться ближе с ее культурой. Привет, меня зовут Рита, я из Сирии. Мы в Москве, на Красной площади. Это мой брат. Меня зовут Маруф. Мы очень любим Россию и мы очень любим нам. Наша мечта спелась, да. В детском центре «Орленок» для сирийских школьников были организованы курсы русского языка как иностранного. Благодаря им и ежедневному общению с носителями языка удалось достичь хороших результатов в короткий срок. Всего за две недели, проведенные в лагере, ребята значительно повысили свой уровень владения русским языком. В «Орленке» на берегу Черного моря юные сирийцы не только изучали русский язык, но и, конечно же, общались со сверстниками из России. Меня зовут Али Муса Хасан. Мне 14 лет, я из города Холмса. Я изучаю русский язык три года. Мы были в «Орленке», там все мне понравилось. Русские друзья, вожатые. У меня появились русские друзья из Москвы, Санкт-Петербурга и дорогие города. Также для ребят были организованы мастер-классы и спортивные часы, во время которых они гуляли по набережной, играли в подвижные игры, посещали бассейн, скалодром и ботанический сад, разбитый на территории лагеря. Одним из самых запоминающихся событий стала экскурсия по Новороссийску. Это для меня первый раз в России, но я очень чувствую дружбу народов между Россией и Сирией, и что мы одна семья и единое сердце. Очень люблю Россию. Мне понравилось в «Орленке» играть на скрипке и пианино. Я изучаю в 11 классе, мне 16 лет, а я учусь в городе Торцоса. Привет, меня зовут Элья из Сирии, я живу в городе Холмсе. Я в России, мне очень нравится в России, я очень-очень-очень люблю Россию. Сирийские ребята не только трудолюбивые и талантливые, но и очень активные. Именно по их инициативе в «Орленке» прошел тематический день Сирийской Арабской Республики. Чтобы познакомить друзей из России со своей страной, они провели занятия по арабскому языку, каллиграфии, традиционной живописи, музыке и танцам, а также увлекательный мастер-класс по приготовлению традиционного блюда. Завершился тематический день праздничным концертом, на котором россияне и сирийцы выступили все вместе. В этом году Международный славянский форум искусств «Золотой Витязь» пройдет уже в 15-й раз. Об этом сообщили на пресс-конференции в Московской государственной картиной галереи Александра Шилова. Мероприятие было посвящено проведению годовой программы фестиваля. Какие события следует занести в свой культурный календарь, расскажем далее. 15-й юбилейный Международный славянский форум искусств «Золотой Витязь» пройдет в разных российских городах, начиная с этого месяца и вплоть до конца октября. Впервые в рамках фестиваля совместно с Московским театром Школы драматического искусства пройдет и первый международный конкурс чтецов «Глагол времен. Мой гений. Мой язык». Участие в конкурсе смогут принять профессиональные актеры и студенты театральных вузов. Только кинофорум «Золотой Витязь» из него и вырос Докультурный фронт России. Поэтому с такой легкостью. Потому что мы 33 года собирали всю эту армию. Проводим кинофорумы, театральные форумы. Мы переформатируем сознание через кино, театр, музыку, литературу, живопись. Этим мы занимаемся. В течение года пройдут форумы, из которых и состоит весь «Золотой Витязь». Среди них литературный, театральный, музыкальный, а также славянский форум изобразительных искусств. С «Золотым Витязем» по счастливому случаю мы сотрудничаем давным-давно. И ряд выставок уже провели. Сейчас мы проводим в Изборске, открываем, конечно, знаменательное событие, волнительное. Появились новые работы, дополнения к общему циклу донбасскому нашему. Выставку проводим с моим товарищем коллегой фронтовым, уже так называемым, Максимом Фавистовым. То есть мы объединились на этой теме. И, в общем-то, такой у нас творческий тандем. Главное событие года – это международный кинофорум «Золотой Витязь», который пройдет в конце мая в Омске. Его особенность – показ фильмов к юбилеям сражений Великой Отечественной войны. Также будет представлена программа фильмов о ходе специальной военной операции и киноленты дружественных стран. Председателем жюри игрового кино станет Андрей Кончаловский. А всего в программе будет задействовано около 200 картин. Будут внеконкурсные программы, посвященные освобождению во время Великой Отечественной войны наших регионов – Белоруссии, операции «Багратион», Молдавии и другим республикам регионов. Будут такие индивидуальные творческие ретроспективы наших известных режиссеров. Как всегда, будет шесть номинаций – игровое, документальное, полнометражное, короткометражное кино, детское, анимационное. Также в рамках «Золотого витязя» состоится четвертый международный онлайн-фестиваль одной пьесы «Прощание в июле» в памяти драматурга Александра Вампилова и другие интересные мероприятия. Можно сказать, что девиз этого проекта – это жизнь, спрессованная в несколько минут. И там вот есть то, что самое главное для нас, чтобы у человека, слушающего, смотрящего, была возможность не просто узнать какую-то информацию. Потому что информация – это то, что тебя меняет. И действительно стать, стать участником тех великих событий, в которых принимали участие Александр Невский, Сергей Радонежский и многие другие участники нашего проекта. В общей сложности в течение года пройдет около 500 мероприятий фестиваля «Золотой витязь». Среди них выставки «Израненная земля Донбасса» и «История в лицах», а также военно-патриотический арт-проект «В зеркале войны», показ лучших фильмов о победе русского оружия и проект «Три посвящения живопись театра музыка» к 225-летию Александра Пушкина. Русский дом в Белграде и Центр русского географического общества презентовали новую книгу Радмилы Тодич-Вуличевич под названием «Русские косметы время». С большим энтузиазмом Радмила взялась за непростую и важную работу – познакомить молодое поколение с деятельностью и наследием белой русской эмиграции в Косово и Метохии. Издание представляет собой историческое исследование о русской эмиграции, нашедшей после Октябрьской революции приют в королевстве сербов, хорватов и славянцев, и значительно повлиявший на развитие юга государства – Косово и Метохии. В публикацию вошли воспоминания потомков эмигрантов, которые до сих пор проживают на этой территории. Герои книги – архитекторы, врачи, учителя, офицеры императорской армии, монахи, священники и другие русские люди, которые внесли огромный вклад в развитие юга Сербии. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok